В ночь суббота на воскресенье между Дагомысом и Учдере был разбит поклонный крест, который установили в двухтысячелетие крещения Руси. По всей вероятности, как предполагают люди, крест били кувалдой, более того, оставили на постаменте красной краской символику серб и молот. Да, проезжал в 6 утра с рыбалки, вот, с белых ночей, и видели, наряд ППС стоял и фотографировали. Неравнодушные люди уже ранним утром сообщили о действиях вандалов в полицию. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Вот эти осколки, а скорее всего крест был сделан из белого цемента, были разбросаны по всей дороге. Сотрудники санатория собрали их, а крест укрыли. Это место интересно еще и тем, что к 1917 году здесь был воздвигнут православный храм. Его должны были освещать, но из-за ряда исторических событий этого не произошло. Местные старожилы эту горку до сих пор называют церковной, а на фундаменте церкви стоят частные дома. Церковь полностью была разрушена в 50-е годы, а крест вандалы развили в 2015-м, спустя 65 лет. По оценке специалистов, святыня не подлежит теперь восстановлению. Архитектора сочинца Александра Подолякина, к сожалению, уже нет в живых, поэтому новый скульптор изготовит новый поклонный крест, и его установят вновь на церковной горке. Уже проведены переговоры. Крест стоял много лет, никому не мешал, он был достопримечательностью нашего места. Все, кто въезжали в Дагомыс, видели его, кто человек верующий, мог перекреститься. Всегда крест ставится для того, чтобы святыня, прежде всего, чтобы охранялось это место Божьей благодатью, чтобы Господь хранил этих людей, которые живут здесь, в данном случае в Дагомысе, в нашем поселке. Кому помешал, я просто не представляю, зачем. Может быть, вчера был день памяти Кирилла и Мефодия, славянской культуры письменности, может быть, к этому приурочили таким образом. Мотивы преступления непонятны и неизвестны, но сотрудники полиции пообещали держать средства массовой информации в курсе расследования. Елена Всецна, Борис Осин, телекомпания ФКТ.